Как правильно стоять? Дмитрий улыбался сначала, если я уже не могу, то можете просто поднимать поясничку, куда поднимать, как будто бы на прямом воткновенном привозе к плечике разворачиваться, попрямо, и подбородочком в деревню в ямочку посадить. Я, например, человеку, которого никогда никто не обучал, как правильно стоять. Мне всегда обучают, что стоять надо. Ну, вот идейте сюда, я думаю, что он что-то идёт, идейте сюда. Вот, смотрите, у неё целая куча привычек уже мало. Во-первых, плечи у неё завалены. Первое. То есть, когда наша жизнь загнула, у нас вот это дело, он идёт вперёд. Ну, конечно, это уже возраст меня загнул. Вот. И вилочковая железа сожимается. Поэтому попробуйте открыть плечи. Ну, у многих молодых детей сейчас в зале прямо лопатки вот так, когда они так становятся в столе, открываются. Что это значит? Ты знаешь, что он неправильно с подбородом в эту зону. И, соответственно, у него при таком положении тел в течение жизни, в том скоростном режиме будет здесь сращиваться ребра, и здесь будет образовываться стяжка. Вот так чаще, поэтому встали, открыли, дальше согнули ноги, делали. Вот. У меня натренированная привычка на полусогнутых ногах чуть-чуть стоять. Почему это важно? Потому что поясница тогда не блокируется. Вот, постарайтесь делать так, кому-то... Мне кажется, что я наблюдала, что на полусогнутых обычно мужики любят так стоять. Женщины обычно так не стоят. Они видят, что они представят, что... Конечно, женщины себя же дополнительно уродливают еще по блоками. Поэтому столько вырабатывается вот этот поясничный кровал. Поэтому они вот попа назад, и они натренированы. Вот как раз-таки нужно, чтобы в живот как будто вам входит бревно. Вот его охватить вот так и отпустить. Только плечи при этом не уронить. Вот. Согните чуть-чуть. У вас будут нарабатываться вот эти мышцы. И даже снимите нагрузку и с коленом, и с тазобедренного сустава. Потому что большинство женщин, вот, те проблемы, которые по женским делам, в природе нет уже вот на климакс. Ну, считай, одного только под вида китов. Но они сами себе придумали. Так вот, что такое, прежде всего, климакс? Это застой в тазовом отделе. Вот. Если вы начинаете втягивать живот, и куда его, или пузырь, в поясницу, вот, у вас получается другой мышечный каркас. Если вы этот мышечный каркас у себя начинаете утренировывать, тогда у вас появляется шанс к изменению. Вот. Попробуйте ноги чувствовать. Потому что у вас идет постоянно неправильная тонизация. Поэтому вот спереди что-то убрать у женщин вообще бесполезняет, если от них идет вот эта тонизация. То есть ноги у нее прямые, и они зажимают. Вот ноги будут такие прямые, и она будет еще наклонена вперед. И вот это все переваливается вот сюда. Вот поэтому дальше еще нужно затянуть шею. Вот, чтобы у вас здесь натянулось. Все, идите туда и пробуйте ноги сгибать. У вас мышцы сейчас не натренированы. Поэтому вот это положение попробуйте натренировать. И дальше начинаете поднимать ногу. Вот попробуйте, что у вас происходит с поясницей. И чуть-чуть подвигайте ее. Вот у вас сзади, если положите сюда руку, должно что-то начать шевелиться в поясничном отделе. Это для тех, кто дотягивается. Вот подвигайте, вот так ее. Вот это очень важный момент. Вот отсюда вот эта легкая привычка класть так ноги. У тех, у кого разблокированы поясничный отдел и шейный отдел, у тех легко идет раскрываемость. И у тех, у кого натренированы определенные психоэмоциональные состояния, у тех будет стабильность при стоянии на одной ноге. Нет, у тех, у кого нет, не пытайтесь, правило первое, не пытайтесь делать все, что делают все. Лучше не делать. У каждого своя проблема. Если я что-то говорю, для вас есть главный критерий, чтобы вам это было удобно. Потому что я говорю для всех в разном состоянии, и я даю на разных уровнях. Принцип удовольствия является базовым. Дальше вы можете попробовать, у кого хорошо идет, вот это попробовать поделать. И потом вытянуться. То есть вот эта мышца начнет напрягаться. И она будет тренироваться. И теперь попробуйте еще чуть-чуть самую раскрутиться. Вы делаете только, никогда не смотрите на то, что делают рядом. Значит, принцип поняли, да? Вот теперь представьте, что вы вот так садитесь. Вот смотрите. Вы вот так раскоряживаете ноги. И отпускаете при этом поясницу. То есть при этом начнут работать вот эти мышцы. Идите сюда. А, спасибо. Вот. Попробуйте вот так пораскорячивать их, чтобы вот тут у вас начало двигаться. Как раз таки вот это делаете, не наклоняюсь. И попробуйте натянуть себе шейку. Теперь сделайте противоположное. Вот так ноги сделаете. Смотрите, как женщина бегает? Вот так. Не все. Почему мужики когда садятся вот так вот? Если женщина вот так сидит, бегает, то сидит как мужик. Почему? Вот. Потому что вот это иньская тонизация. То есть вот это состояние закрытия. Чтобы женщине рожать там, или там сохранять, или тонизировать пинь, ей нужно тренировать вот это состояние периодически. Только вот провалите, чтобы у вас вот это было. И вот эту штучку вот сюда. Так, чтобы оно натянулось. А теперь, после этого, смените вот это. И попробуйте почувствовать разницу. Вот почему, когда Чарльз Чарплин так ходил, было смешно. Вот это странное движение. Вот есть его противоположность, это вот это. У вас начнут сразу же здесь мышцы кабелетика. У многих. Потому что это та группа мышц, которую мы не задействуем. И связана она, прежде всего, с поясницей. Поэтому, если вы перепузыриваете поясницу, то есть туда входит древно, у вас это дело будет качественно тонизироваться. Теперь смотрите, что спереди мы делаем. Так, хотите потерять ручки и свизуализировать здесь энергетический шарик. И вот его чуть-чуть поболтать. Представьте, что он у вас внутри. И вы его упираете в живот, проходя через живот, в позвоночник. То есть вы этим шариком как бы выдавливаете себе позвоночник. И теперь натяните шею, чтобы вы чувствовали натяг здесь. У вас, смотрите, сразу же лопатки вышли. Можно раз поверну? Сделайте то же самое. Видите, лопатки у нее выходят? Вот нужно сделать так, чтобы лопатки были ровненькие здесь, а поясница прогнутая. Вот вы должны найти этот некий баланс. Видите? Притом плечи ровные. Да, при этом плечи ровные. И вот теперь с этим шариком вы опять повторяете. Сначала вот пинскую тонизацию. А потом попробуйте. Я устрою. Ну а здесь очень важна шея. Шею. Вот. Все время сюда тянет. Все время с опущенными головами. Вот этот отбородок должен идти в еремную ямку, чтобы у вас натягивалась шея. Как будто вас за макушечку тянут. Вот в балете есть что-то наподобие. И так куда-нибудь вот так становятся. Есть вот так. Есть вот так. Ну, если еще есть, где они могут придержаться, где же они? Прочу заметить. Здесь как раз точно я хочу, чтобы вы попробовали это. И вот теперь попробуйте. Вот сделайте сейчас вот эту организацию. И теперь представьте, что вы берете шарик этот и перекидываете себе на спину. И у вас он образовывается вот тут сзади, чтобы он лопатки открывал. Но вы не проваливаете поясницу. Это что-то я похожее вчера видела по телевизору, когда показывали девушек, которые должны демонстрировать свое тело. И вот они должны были эту жопку так назад и ею так покрутить и ходить. Молодец, вам самое время. Это очень похоже. Им надо было демонстрировать. Вот, попробуйте это. А теперь, как бы, это у вас вот пьянское. То есть открыли и сзади у вас перекинуло. А теперь после этого перекидываете опять вперед, но уже ноги вместе. Вот почувствуйте разницу. Это большая разница между вот этой этонизацией и вот этой. Теперь попробуйте это делать без движений. Вот практически с минимумом. Чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Так, теперь сделайте и низкую этонизацию. И попробуйте вот в таком положении походить. Давайте попробуем. Вот туда. Вот те, кто дети косолапят, вот это яркий признак, когда у них идет инская этонизация. Причем, чтобы усилить косолапинье, вы еще можете вот с внутренней стороны на ребра встать. Вот так дети косолапят. И по ботинку сразу видно, ребенок в янской тонизации или в инской. В инской соответственно внутренней стороны будет. И теперь перекиньте в хопш и на янскую тонизацию. И попробуйте в этом проходить. Не проваливайте поясницы. Вот тут у женщин особенно будут срабатывать привычки проваливать поясницы. Чуть-чуть-чуть можете добавить, как будто у вас такое колыхание идет тело. Так, тормозите, разворачивайтесь. Вот смотрите, значит, у нас есть, запомните, вот это инская тонизация, вот это янская тонизация. Теперь опять в инской тонизации делаете шарик и начинаете наклоняться так, чтобы припузыривалась поясница. Припузырьте так, чтобы она стала таким вот как бы горбылем. Именно поясница. Выдавите за счет дыхания ее туда. Нет, не качайся, просто выдавливай. И шеи отпустите. Шеи отпустите. Шеи, чтобы были расслаблены. И запустите такое качание. Прямо вот как вы шишки гоняли. Представьте, что у вас теперь еще в руках шишки и вы делаете вот это движение полностью волной. Вот вы двигаете поясницей. Теперь начинайте подниматься и переходите в состояние раскрытия. И ноги разворачиваете. И туда перекидываете шарик и делаете сзади его голубого цвета. Вот у вас появилась вот эта тонизация. То есть теперь опять вперед пошли. И наклоняйтесь, делая темно-синий. Прямо звезду увидите в этом шарике. И припузыриваете поясницу. Шею отпустите. Чтобы у нас шла болтание. И ноги, ноги инские сделаете крестиком. То есть переднее закрытие идет с крестиком ног. Вот в этом положении вы можете добавить звук. Такой в поясницу. Прямо подбудите там. Мне уже здесь поваливаете. Конечно. Делаете в полсилы. Так, чтобы испытывать от этого удовольствие. Это не поваливаете просто как бы чувствуете с теми. Конечно. Столько лет вы ничего не делали с этим. С этой штукой под названием ваше тело. Теперь начинайте подниматься. Переводить себя в Я. И добавляйте от нас звук А. Вдох пойдет. Плячь не поднимайте. Здесь у многих привычка сработает вот такая. И живот. Вот попробуйте вот эту тонизацию. Когда вы... Вот здесь тонизация идет с задней стороной рук и шеи. И прямо почувствуете шеи, чтобы вы упираетесь в этот шарик, который между вами и... Ну вот у нас сегодня так все быстренько. Вот в этом состоянии и оставайтесь. Ручки опускайте. И на весь день. И на весь день. Здесь есть нюанс какой. Вот при повороте сюда вы можете ставить ногу на пятку и делать себе янскую тонизацию. То есть на спину. То есть вы при этом будете тянуть в Яне спину. Это достаточно сложно. Мы никогда не делаем. Мы, как правило, тянем только в Ине спину. А здесь в Яне вы подтягивали спину. Потому что спину можно... Так. И переводитесь от в Таньян. Так, чтобы вы за счет вот этого натяга носка вперед по задней стороне ноги что-то почувствовали. Ну вот пока вы так играете, я все-таки те кто, по крайней мере, новенький. Я хочу... Что-то полезное они зацепили. Потому что всех остальных я уже знаю, кто тут говорит. Кто чего. Так. Наверное, наверное, наверное. Влад, все-таки ты скажи чего-нибудь. Что-то полезное ты зацепил? Да, конечно. У тебя какое-то обратное следствие. Ну, разносторонний я, конечно, на момент. И общеобразовательное, и культурное, и также про тело, питание, потому что у меня тоже очень резко. И, на самом деле, как будто бы тема продолжилась. Мы вчера вот только общались насчет славян, и сегодня появились такие предложения, которые тоже развернуты, можно сказать, ответы. То есть все очень будет, и так же, и это резонирует или... Кстати, знаете, какие-то национальности появились в истории постсоветского пространства? Только в 1917-1918 году. До этого были разночинцы, там, прочее, 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 вещания. Не писалось национальности, не было. Было деление по вероисповеданиям. Достаточно было любому иудею принять православие, и он сразу же мог свободно из черты оседлости вылежать. Вот дед Ленин как раз так и сделал. С какой-нибудь уехал и сразу стал занимать серьезную должность, так сказать, он подъездный, что и, так сказать, головой контролирующего органа всех учебных заведений в целом районе. Поэтому это, скажем, придумка, по большому счету, очень заметная, которая началась в 1918 году. Так, Стасич, что-то полезное? Какие вопросы, те, кто много или люди, у вас не было интересное? Ну, да, мне полезное было очень образовательное, и вообще все не полезное ничего. Ну, конечно, работа не в соборе, то, что вы рекомендуете. И шарики катать в равновешенке, не смотрю, не могу сидеть, расслабляться, потому что мы все не сидим. Лариса, как у вас чего-то? Не знаю, мне больше думалось, что так для меня больше нужно вот эти все, эти, чтобы добраться, что-то делать, да. Их нельзя делать с той шеей, которая у вас. Не дай Боже вам начать делать вот эти упражнения вот с такой шеи. Вы ее окончательно сломаете, и у вас будет стирание мишки-виночных дисков в скоростном режиме всех ваших действий. Вам нужно сначала его растянуть, вот такими методами, а потом уже что-то делать. Вот у нас тут все, что висит, и перчат, и все для этих вещей. Так, все, ребята, просто у нас там доктор приходит. Спасибо. Спасибо.